Трудно поверить, но в этом доме, где на наших глазах мы сами видели минус 7 градусов, живет девушка. Всем привет, это канал Слова Пацана. Меня зовут Дима. За камерой тоже Дима. И вот там тоже видится еще один Дима. В общем, у нас сегодня такая банда 3D. И те, кто смотрели предыдущие наши выпуски, уже, наверное, обратили внимание, что сзади нас тот дом, тот самый холодный дом, в котором жила Светлана. Это история, которая выходит реально за рамки понимания. Это история про девушку, которая ввиду своих особенностей не может решить те бытовые проблемы, которые на нее свалились. У нее замерзли трубы и лопнули. Тем самым дом, в котором она живет, очень холодный. Жить в нем невозможно. Буквально на наших глазах, когда мы приехали туда, увидели все и почувствовали, на наших глазах термометр показывал минус 7 градусов по Цельсию. И при этом Светлана жила там, спала там и особо-то не роптала на жизнь. Она работает простой уборщицей. И эта работа досталась ей лишь потому, что есть добрые люди, которые увидели ее ситуацию и решили немножко помочь. До этого она просто получала какие-то копейки, там 500-700 рублей, как некие пособия. И решить ее проблему очень непросто, потому что дом старый, дом нехороший. Но что мы сделали в моменте прямо сразу? Мы позвали электриков, наших друзей электриков из Москвы, которые приехали и поменяли там проводку и наладили ей электрику таким образом, чтобы мы смогли поставить два электрических нагревателя. Чтобы просто из этого прямо огромного минуса поднять температуру и вывести ее в плюс. Но поскольку весь дом в щелях, он сам по себе холодный, поскольку окна там продуваются, решить проблему глобально не получилось. Хоть температура и поднимается, но поднимается незначительно. Тогда мы перешли к плану Б. Мы сняли неподалеку от ее жилища и неподалеку от ее работы, кстати говоря, квартиру. Теплую, хорошую квартиру, чтобы она могла там греться, бывать, мыться. И эту квартиру мы сняли лишь на время. Для того, чтобы за это время и решить правильное действие, понять, что нужно делать, и потом это действие реализовать. И сегодня мы приехали сюда, и у нас очень важная миссия. Сейчас там вот, где-то уже на горизонте. Вот, сейчас, 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 давай, давай, давай. Слышно, слышно? Давай, давай, давай. Ну где? В общем, там Газель, которая сейчас подъедет, и она, конечно же, не пустая. В этой Газели аппарат, который я хочу увидеть, я его, кстати, еще не видел. Но на самом деле на втором канале у нас уже появлялся, и вот ребята уже делали, пока не будем говорить, что. Там не все так просто. Мы вчера сами здесь первый раз в такую погоду, в таких условиях побывали. Мы там правильно где-то крутить будем? Да. Там, но туда мы проехать можем только через вот этот забор. В общем, там жила девушка Светлана. У нее там просто нет отопления, там холодно. Лев, ну что скажешь? Можно? Сейчас будет много интересных кадров. Там еще проблема в том, на самом деле, есть одна. Потому что там очень сильный уклон на самом участке. И вот сейчас, когда расчистим, я не знаю, как это будет все выглядеть, но изначально, когда мы здесь были, присматривали это место, уже тогда было понятно, что там будет все непросто. Даже подъехать, как оказалось, вот сюда Газели уже тяжело, а еще там ставить этот домик под этим уклоном. Но будем уже от ситуации как-то работать, действовать. Трудностей, я думаю, будет достаточно. И они начнутся прямо сейчас. Замерли руки? Да, руки немножко. Я что-то не панул перчатки взять. Руки задерзли у вас. Это как в каком-то фильме было. Ну ладно, у меня двое. Бери один. В конце уже сам. А сколько свай вы примерно закрутили? Ну, ребята, я не знаю, за миллион-то уж точно. За миллион? Да. Миллион свай вырвали. Без меня бы не справились. Сама закрутка свай, но займет где-то час. Я думаю, что больше часа у нас идет просто отсюда все это разгребать. У нас другого подъезда, но просто нет. Потому что там везде узкая тропинка, и там ну просто нереально проехать. Мы вчера сюда же приезжали. Светлана звонила, когда было где-то минус 25. Она так благодарила, говорила то, что спасибо, ребят. Такие холода стоят. Я вообще не представляю, как можно в минус 20 спать. Хоть ты на кровати чем подряд, да? Мне кажется, смысла от этого особо не прибавится. Светлана, здравствуйте. Что, можно к вам? Это, кстати, знакомьтесь. Вам будет очень легко запомнить. Это еще два Димы. Я Дима, еще два Димы. Как вы тут поживаете? Поживайте-то. Мы что к вам приехали-то? Не просто так. Мы же там вечно не будем вам квартиру тоже снимать. Мы вам времени сняли. Мы хотим вам построить здесь маленький небольшой домик. Как вы уже поняли из названия этого ролика, из того, что происходит уже сейчас, мы планируем и собираемся построить новый небольшой домик для Светланы рядом с тем, в котором она сейчас живет, и в котором температура до минус 7 опустилась прямо в наших глазах. Это очень важно, пояснить вам, почему мы это делаем, почему мы не пытаемся восстановить тот дом, который уже стоит. Потому что одно тянет за собой другое. Проблем там реально хватает. Помимо того, что там труба прорвало, и это, казалось бы, приносит холод, весь дом в щелях, там не утеплены окна, там фонит от полов. Более того, в одном месте наверху крыша дает течь. Таким образом, чтобы там что-то сделать действительно стоящее, и действительно по-настоящему хорошее, надо и полами заниматься, и вскрывать, и окна все доставать, и перекрытие там в доме. Не самые-то крепкие, не самые-то хорошие. Плюс ко всему, какая-то эстетика, какая-то косметика должна быть. Мы посчитали, что будет более целесообразно и более правильно для одного человека сделать пусть небольшое, но новое, уютное, светлое, чистое, аккуратное, теплое жилье. Рядышком, прямо здесь по соседству, на этом же участке, буквально в нескольких метрах. Нам очень важно донести вот эту вот нашу мысль до вас, потому что, находясь здесь, в гуще событий, нам кажется и видится, что это самый правильный и рациональный вариант решения проблемы. Пока вы там живете, пока вы в тепле там, мы здесь начнем уже что-то делать. Единственное, мы думаем, как сюда проехать? Придется, наверное, там разгрести и, может быть, часть забора как-то убрать. Вы не против? Нет. Ну все, хорошо, все, тогда мы завтра начнем здесь делать. Вы придете еще, посмотрите своими глазами. Напоминаю, что нам от вас не нужно ни денег, ничего. То есть вы можете спокойными быть, мы от вас ничего не будем требовать. Спасибо большое еще раз за квартиру. Вы звонили, говорили, что были сильные морозы. Сильные морозы были вот это, невоохотные праздники. Но вы бы как здесь в морозы? Не знаю. Вот. Замерзнула. Больше вас сегодня не будем уже тревожить. Завтра... Я пойду туда в тепло вредце. Ну хорошо, да. Ну здорово, на самом деле, очень приятно, что она сейчас в тепле и у нее все хорошо. Единственное, вот она говорит то, что у нее с продуктами какая-то там немножко проблема. У нее не такая большая зарплата, поэтому посмотрим, что у нее с продуктами. Я думаю, продукты мы тоже как-то и подвезем, чтобы у нее что-то было покушать. Может, я ее помочь вылезти? Спасибо. Итак, мы затеяли стройку. Стройка – это всегда дополнительные затраты. И в такие моменты думаешь, что нужно забыть о любых других важных покупках. Но есть отличное решение. С картой Тинькофф Платинум вы не просто совершаете любые нужные покупки, но и получаете реальные деньги обратно. Да, вы не ослышали, теперь кэшбэк начисляется рублями прямо на ваш счет. Оформляйте карту до 29 февраля, совершайте покупки с Тинькофф Платинум и до 30% потраченных средств вернутся вам обратно в виде кэшбэка. И это еще не все. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей позволит вам не отказывать себе в любых покупках. А бесплатные переводы на карты любых других банков – это просто находка. Блин, мне что-то не нравится, что эта штука у тебя висит. Прям как-то странно, привлекает сильно внимание. Отвлекает, правда, как-то туда невольно от карты отвлекаешься. Так нормально? Да. Вы можете переводить деньги до 50 тысяч рублей в месяц без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц с подпиской Тинькофф Про. Можно даже перевести деньги себе на дебетовую карту и снять наличные. А еще с Тинькофф Платинум вы всегда можете воспользоваться рассрочкой до 12 месяцев на любые покупки. В приложении Тинькофф выберите недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключайте рассрочку. Переходите по ссылке в описании, оформляйте карту Тинькофф Платинум и получайте крутой кэшбэк рублями за ваши покупки. Пусть деньги работают на вас. Мне почему-то его Миша хочется назвать. Луноход Миша. В общем, чтобы нам туда проехать, вот на этом Миша, нам нужно какое-то место, дорожку. И мы решили там, где уже забор упал, где он сломался, именно там расчистить. Думаю, что это будет, конечно, непросто. Но, по крайней мере, там завалился забор и не так жалко там что-то разбирать. Покажи кусок. А можешь об голову ВДВ? Могу. За ВДВ! Не сломался. Сейчас бы сома упала, прикинь, там какая деревяшка была бы внутри. А если гвоздь? Ну что? В общем, не получилось у нас ничего. Ребята собираются. Ну да ладно, не получилось, не получилось. Все, прощаемся с Мишей. Прощаемся с вами, зрители. Мы никогда не сдадимся! Кайм, вообще, вот это машина, вот это Миша дает. Расчищаем здесь сейчас зону под нашу будущую бытовку, чтобы вкрутить сваи. Сейчас пятачок расчистим, оценим, померяем все, сколько у нас есть здесь расстояния. Слава богу, мы сюда проехали. Расчистили в итоге Гева вместе с Мишей вот эту территорию. Видно, что здесь уклон, особенно вот здесь такой сильный. Сейчас по месту ребята вот пошли брать инструменты. Сейчас будем мерить, смотреть, как это все будет располагаться. Короче, вот так вот. То есть сейчас все, да, первое у нас пойдет? Сейчас первое, да, пойдет. И потом от нее линия прямая. То есть мы сейчас, в принципе, должны уже понять, какой здесь грунт, есть ли трудности какие-то, есть ли плиты. Это все не факт вообще, может закрутиться, я говорю, все, 50 и последние три встать колом просто. И потом что делать? Все, рядом где-нибудь вкручивать. Где-нибудь рядом вкручивать. Но понять, какой грунт примерно мы можем, да? Ну, плюс-минус, да. И так пойдет. Вроде ровно. Вы точно знаете, что вы делаете? Ой, ножки бы погреть. Ты шевели там внутри. Болтай так, играй. Чего-чего? Ну, этими пальцами на ногах замерзли. Надо там что-то шерудить. Чтоб не замерзли? Да. Советует Дима, блин, лайфхак, как не замерзли. Вот так, у меня сейчас они вот так. Ты на пианино сможешь сказать ногами? А? На пианино ногами сможешь сказать? Легко, что там? Здравствуйте. Ну, как вы? Неожиданно. Неожиданно? Да, сколько же это по времени будет? По времени? Да. Ну, как получится, я думаю, что час может еще. А, ну, понятно. А вы сегодня пораньше сработали как-то? Да, да. Вы специально отпросились? Да, хотелось посмотреть все. Пойдемте, покажу вам. Вот это сваи? Да. Это сваи для вашего будущего, такого небольшого домика. Понятно. Это основа для него, то есть фундамент. Чтобы проехать, нам пришлось здесь все расчистить. Непонятно. Вот, сейчас ребята уже закручивают, вот уже вторую закручивают свою. Ну, в общем, поздравляю вас с началом стройки, так скажем. У вас какие чувства сейчас? Непонятно еще. Непонятно? И переживания, и все, да? Ну, вы не переживайте, все будет хорошо. Еще раз большое спасибо. Димам и Димам. Ну, еще пока особо не за что все-таки, все только начинается, но я думаю, вы уже поняли, что что-то грандиозное будет, да? Спасибо. Вот после нашей первой встречи, вы уже как-то доверяете нам, верите? Да. Ну, сначала боялась, конечно. Ну, я помню. Проходите. Светлана, не бойтесь. Ну, что сказать вам, что происходит? Мы вам квартиру сняли. Пойдемте посмотрим. Ну, я помню, да, был момент. Нет, ну, это нормально, бояться, переживать, потому что... Да. Первый раз, что они... Только познакомились уже куда-то там. Нет, мы просто в тот момент, мы на самом деле поняли, что здесь вот даже когда сделали всю электрику, плюс поставили вам эти конвекторы, чтобы у вас было теплее, мы поняли, что здесь весь дом продувается, так или иначе. Ну, ими здесь обогреть, ну, трудно, правильно? Да. И в тот момент мы приняли решение снять эту квартиру, чтобы там уже точно было тепло и хорошо, уютно. Вам там, получается, от работы недалеко? Да. Сколько вам идти? Ну, минут пять, наверное, ну, может, меньше. А вы сколько дней в неделю работаете? Ничего. Шестьдневная неделя работаю. Шесть дней? Да, шесть дней. А что вы там делаете? Ну, уборщицы, полы мой там, водоконники. Вот вы туда приходите, в ту квартиру, там тепло? Да, тепло. А сюда приходите, здесь холодно. Я думаю, да, здесь уже не особо, уже привыкла там, что... То есть вы даже уже успели привыкнуть, что... Да, спасибо, ну, хоть какое-то время дали побыть теплее. Пока не будет готов ваш домик, вы будете там в квартире. Пока не наступит тепло, вы в любом случае там не переживайте. Не выгонят, да? Не, не выгонят, вы не переживайте. У вас есть номер телефона. Что я? Вы всегда можете позвонить. Но мы тоже на связи с теми людьми, у которых мы сняли квартиру, так что можете... Если что. Кстати, вот будет домик, да? Он будет, конечно, небольшой, но для одного человека, я думаю, вполне достаточно. Мне хватит. Да. Почему небольшой? Что бы вы хотели, чтобы было в этом домике? Ну, кровать, понятно, да? Ну... Где-то спать же надо? Ну, да. А что-то еще для удобства, может быть? Ну, столик. Зеркало. Зеркало. Ну, мы еще думали, на самом деле, сделать какой-то рукомойник, чтобы где-то можно... А, ну, да, да. Чтобы руки можно было. Небольшой какой-нибудь, да. Шкафчик и, наверное, что-то, где можно приготовить пищу. А, да, да. Еду. Плиточку там. Да, да. Это да. Хорошо. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Квартира, которую мы сняли для Светланы, вы видели это в предыдущих роликах. Это тот момент, в котором мы сами очень сильно сомневались, когда она туда зашла. Честно вам скажу, мы думали, что, скорее всего, жить она там не будет. Что ей привычнее, удобнее, понятнее жить в ее доме, пусть он и холодный. Но каково бы же было наше удивление, когда спустя небольшое время мы поняли, что она там живет, она там находится, ночует, моется, греется и так далее. Она как-то обжилась там, ей стало там комфортно. И те сомнения, которые были у нас и которые были у вас тоже, их очень много было в комментариях, что она там жить не будет, они оказались напрасными. Светлана живет в этой квартире и будет жить там до того момента, пока у нее не появится свое новое теплое жилье. Можете рассказать, где у вас тут что? Да, вот я сплю вот на этом диванчике. Вы выбрали здесь? Просто я надела, да, да. Таком-то пустой, да, тут уже подушечка все. Сколько вы здесь уже живете, получается? Ну, больше месяца, 9 февраля будет два. Уже, наверное, привыкли? Да, уже. Как себе домой, да? Ну, самое главное, что здесь тепло, остальное. Жду, какой домик будет тоже. Домик уже ждете, да? Хорошо, там, да, водит мне. Интересно, да. А каким вы его себе представляете? Небольшим таким. Может быть, цвет вы представляете какой-то? Цвет на вашу выбор. Я уже спрашивал, кстати, насчет цвета. А вам вообще какие цвета нравятся? Может быть, есть у вас предпочтения? Зеленоватый, ну не зеленоватый, а другой. Как цвет хаки вот такой вот. Цвет хаки? Защитный, что ли? Чип такого. Чтобы не видно было. Не, ну посветлее, конечно, немножко же. Такое. Когда ребята у вас эту квартиру заселяли, вы немножко побаивались, правильно? Да, да. Я у него было непривычное. Помню первый день, когда мне ребята сказали, что неожиданно, непонятно что-то. Прям домой побежал, потом пойду. Сначала дома ночевал, там, ну, два дня, а потом сюда уже пришлось. А, вы два дня еще там ночевали? Наверное, ну, два-три дня, я уже точно не помню. Пойдем на кухню, наверное. Я смотрю, у вас здесь прям уборка, да? В самом разгаре? Да, здесь, да. То есть вы это мы, это вы просто положили, чтобы помыть? Да, это я, да. О, ну у вас вообще все чистенько. Сейчас чайку попила, дай, думаю. Самое главное, что здесь? Да. Тепло. Да, тепло. Вот еще, смотрите, увидел, чашечки поставил. Вот тут чай покупал. А это что такое, красоту сделать? А это чтобы красиво было сделано, специально скатерть, то что после него. Ну, класс. Просто красивее, да. О, ну. курицы там то что мы купили несколько вы смотрите может вам что-то заморозить а то что мы вам тот раз в морозилку вы все это вот у вас там отопление все это получается трубы прорвало больше не отапливается что вы думали как жить дальше вот какие планы были на жизнь вы понимали то чтобы как это зиму прожить в таком холоде ну я думал до весны что там продержаться до весны самое главное что в тепле в уюте не представляю как бы вы там в такой большой минус сколько было у вас кстати здесь град вот недавно морозы были говорят 26 а ночью артрит был ну кто 26 вот это на рождество с нами мороз был здесь я работал не туда ходили в мороз в доме сколько было я не знаю сколько было там холодно там заледенели все окна но включала оборвать ну что там все равно это вы бы там как смогли бы переночевать в такой ход нет конечно я помню головой накройся одеял даже не хочу снова после второго ролика про светлана очень многие в комментариях писали что она человек со странностями да безусловно она не такая как все тем более когда не направляются камеры она нереально волнуется но это как раз объясняет то что она беспомощна ко многим казалось за простым бытовым проблемам но надо понимать что не ее вина она просто такой человек и это совершенно не значит что не нужно что-то делать ситуации когда такой человек живет в отрицательной температуре дома что зимой ему негде погреться мы считаем что наши действия в этой ситуации действительно необходимы действительно правильные мы считаем что если не вступить в эту ситуацию жизнь человека никак не изменится в лучшую сторону уж точно мы все завершили работу илья его напарник по закрутке свай так в двух словах были какие-то трудности в чем особенность этого именно места трудностей особых не было в грунте ни ко мне ничто не попалось а так только перепад большой там мы подняли здесь вот прям почти вниз но я думаю что мы дальше уже там что-то может подкопаем как-то сделаем по-другому здесь наверное не получилось бы вы вкрутили сваи засыпали туда внутрь пескобетон одели оголовок выровняли их и приварили а для чего засыпается вот чтобы зрители может кто-то тоже не знает как для плотности свая да чтоб ее не разорвало ничего вам огромное спасибо ребят и мы прекрасно понимаем то что здесь было больше чем просто закрутить сваи это надо было еще и все это дело расчистить как-то пробраться его спасибо тебе огромное видно что ты так не первый раз этим занимаешься сегодня все работы у нас завершены даже там где мы немножко на беда курили расчистили снег такой вот сделали импровизированный забор чтобы не пробегали собаки люди не пробегали тоже туда в общем фундамент готов под наш будущий домик ребята там собирается уже уезжать мы с ними рассчитались нам тоже уже пора ехать у нас длинная дорога поедем уже наконец домой всем спасибо за внимание всем пока этот ролик показывает начало действительно важного и глобального момента в изменении условий жизни светланы этот ролик вот это начало вкрутки свай это начало строительства нового жилья для нее мы очень благодарны зрителям чтобы поддерживать наш канал и просмотром и комментарием то что вы являетесь спонсором нашего канала на бусти переквизитную которая ниже в описании под роликом указаны и сейчас после небольшого перерыва у нас на канале нам очень важна ваша активность поэтому пожалуйста пишите ваши комментарии следите дальше за каналом подписывайтесь кто не подписан ставьте колокольчик и сейчас в ближайших выпусках вот эту историю про светлану мы будем ее знаете растягивать там на какие-то долгие там многосерийные выпуски дадим все емко дадим все интересно понятно для вас зрители спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока